Неизвестный появляется на участке в конце марта, изучает обстановку и уходит. На видео у хозяина дачи есть и второй его визит. Здесь мужчина в балаклаве и перчатках, подставив палеты, повреждает камеры и проникает в дом. Был похищен двигатель от холодильника. И, ну, мелочь, я уже не считаю, сапоги там, еда, это уже даже не считается. Ну и, соответственно, сломанная видеокамера от видеонаблюдения, которая находилась вот сзади, стоит помещение банное. И выломаны окна. Соответственно, в бане выломано евроокно деревянное и в доме. Вскрытие дома произошло через вот это окно с помощью монтировочки. Следы здесь есть, экспертизу, на экспертизу, вернее, взяли следы вскрытия. Сотрудники оперативно-сыскного отдела управления МВД России по городу Саратову задержали подозреваемого с поличным. Им оказался 58-летний житель Ленинского района, ранее привлекаемый к уголовной ответственности за кражу. Данные вещи откуда у вас? Похитил сдачу СНТ-82. Каким образом похитил данную вещь? Отжал окно. Данные вещи спрятал в поле вчера. Сегодня приехал, взял по дороге, был задержан. Установить систему видеонаблюдения, а также оборудовать дом сигнализации решила и Ирина Алексеева. В ее дачу неизвестный пробирался дважды в марте прошлого года. Похитил бытовую технику, электроинструменты и многое другое. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Я вынес холодильник, велосипед, два телевизора, обогреватели. Очень многое. Я просто все не перечислишь сразу. Мы вспоминали, сидели часами, где, что, на каком месте она стояла. Он скрыл это окно. Причем не очень хорошо скрыл. Там пластик у нас отвалился. Могу показать. Аккуратно. Причем убрал всю посуду. Ни одной тарелочки не разбилось. Проник. На второй этаж у нас не было лестницы, был ремонт. Он ее с улицы взял, поставил, с второго этажа вынес технику. И снизу все тщательно перебирал. Был не раз. Потому что мы приехали, все коробочки с чеками, аккуратненько все лежали, а инструментов не было. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Мужчина признался в трех кражах и пояснил, что часть похищенного имущества продал, а некоторые вещи оставил себе. Они были изъяты полицейскими в ходе обыска. Не оставляйте ценные вещи на даче. Увозите их с собой по месту постоянного проживания. Либо оставьте их на хранение соседям, постоянно проживающим в населенном пункте. Максимально затрудните доступ в жилище и помещение посторонним. Установите крепкие двери. Оснастите их сложными запирающими устройствами. На окна поставьте решетки. По возможности оборудуйте дом средством видеофиксации. Попросите соседей присматривать за домом и иными постройками и сразу сообщать вам о происшествиях. Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть Саратов.